В 1856 году В России произошла смена власти В 1856 году На престоле оказался Александр II В это время был еще жив Филарет Мог еще оказывать влияние на высшие сферы Он был опытный дипломат Знал, когда, как, в какое время подойти К первому лицу государства Филарет выбрал такой момент Самый торжественный Момент коронации нового царя Когда новый царь находился в таком Приподнятом, радужном настроении Филарет к нему подошел с прошением, с просьбой С ходатайством А нельзя ли, Ваше Величество Возобновить дело перевода Библии В нашей стране Ну и царь, находясь в таком настроении Дал свое разрешение Дал высшую санкцию, высшее благословение Тогда Святейший Синод Синод Поручает четырем академиям Поручает четырем академиям Совместными усилиями Приступить к делу перевода Академия Петербургская, Московская Киевская и Казанская Четыре высших учебных заведения Казанская, Киевская, Московская, Петербургская Приступили к этой работе Активно, с энтузиазмом В 1876 году вышла полная Библия На русском языке В 1876 году Выход Библии Привел к чему? К оживлению духовной жизни Духовная жизнь в России Оживилась Стало развиваться Библейское богословие Что это Отрасли В православном мире Всегда была Не на первом месте Протестанты в этом отношении Лидируют Больше всего библейских исследований У протестантов У протестантских богословов У православных мало Исследований Библии Мало трудов Но православные опережают нас в другом В развитии исторического богословия Исторических исследований И так далее Дух миссионерства Резко Заявил о себе После выхода Библии Почти сразу же Как Библия в полном составе вышла До этого она Выходила частями Там Новый Завет Выходил Заново В Петербурге Зародилось Движение книгонож Движение библейских книгонож У истоков этого движения Стоял Преподаватель Семинария Петербургской Николай Астафьев Вначале это был Кружок маленький Состоящий всего из восьми человек Затем Возникла целая корпорация Большая Появилось много Как мы сейчас говорим Спонсоров Жертвователей Из числа богатых верующих Часть бесплатно раздавались Часть по очень низким ценам По библиотекам По магазинам По разным организациям Добровольцы Книгонож Взяли на себя Миссию Развоза Распространения Книг Священного Писания По Всей российской империи Тогдашней Что были известные личности Среди Книгонож Были обрусевшие Иностранцы Один из них Датчанин Отто Форгаммер Он приехал в Россию Еще в ранней юности И так ему Понравилась Россия Что Он решил остаться Он был увлечен Вот этим делом От многого отказался Вот этот Отто Форгаммер Написал целую книжку О своих путешествиях По России Где и как он Где он бывал Где и как Относились к Слову Божьему Какая была жажда Центральную губернию российскую В губернии Он многократно пересекал Во время своих маршрутов Он упоминает Вот наши там города Не помню Курская губерния упоминается А вот Тамбовская Упоминается Козлов Нынешний Мичуринск Тамбов В городе Богоявленск Он там пишет о том Что поезд между Рязани и Козловым Попал в аварию Соскочил с рельсов И многие были переранены Погибли А я вот чудом остался жив Только кости все болят Ранений тяжелых не получил После этого он попадает Тамбов И пишет о том Вот я пошел в школу Там у меня брали И священные писали Пришел в полицейское управление Там тоже взяли Пришел в духовную консисторию Что везде с большой охотой Разбирали книги И он там такой вывод делает Если и дальше Бог будет возбуждать Такую жажду по слову Божьему То я верю Что и над Россией Взойдет солнце правды Что и над Россией В скором времени Взойдет солнце правды Ну а кто говорит Миномощь Они все Это патистанский характер Или православный Нет Чистый такой Библейский И евангельский Среди них конечно Были люди Православные В качестве помощников Но Это уже другие православные Православные В которых был Дух Евангелия Евангельский Дух Преоплода Хотя Православных Я думаю Что было все таки Меньше Были и евангельские Вопрос Обратите Еще в такой форме Как вы считаете Или знаете В тот период Православие Оно отображало Такой же дух И такой же Концепт Как сейчас Или нет Или тогда Православие Как говорится Было истинным Обо всем Православие Нельзя так сказать Что оно было Истинным Или близким Евангелия Были отдельные Личности Что вот такие Как Зухарев Как Павский Как Астафьев Которые понимали Что народ Надо Просвещать Духовно Надо давать ему Слово Божие Должен быть Преобразование Такая часть Православная Была Но их было В меньшинстве Меньшинство Они выходили Постепенно Из Русской Православии Да Вот в истории Русской Православии Можно выделить Две линии Православие Подвижническое Оно В основном В монастырях Формировалось Это вот Старцы Оптинская Пустыня Та же самое Даже Вот на ваших Кружках Вот Кружечка Стоит Молитва Оптинских Старцев В Еврейском Духе Выражена Оптинский Монастырь Был Центром Духовного Просвещения Туда Интеллигенция Наша Путина Достоевский Гоголь Философ Киреевский И другие Это Здесь была По-моему Глинская Или коренная Пустыня Была На территории Вот эти Старцы Монастырьские Они были Тоже в духовной Оппозиции К официальному Православию Между Официальным Православием Между Высшим Духовенством И Восславным Монашеством Всегда были Напряженные Отношения Те Кто Обитали В монастырях Они Видели Все Вот эти Уклонения Словопыт И так далее Нередко Обречали И потому Церковным Начальством Вот эти Старцы Роткинские Не очень То нравились Роткинские Две Линии Можно Выделить С одной Стороны Вот такой Подвижнической Православии Оно было Ближе К Евангелию Ближе К евангельским Стандартам А с другой стороны Православие Казенно-бюрократическое Чиновники Церковные У которых были Там свои Узкие Интересы Какие-то Местнические Да Они вот Всегда Препятствовали Духовному Развитию Подъему Пробуждению И так далее Православие Всегда Было Таким Тоже Моголики Не Однообразным В Москве Понегалоши Нашли Вот Такую Точку Приложения Своих Сил Нашли Такой Способ Миссионерства Своебрасный Они Зачистили В одно Такое Злачное Место В Москве Этим Злачным Местом Был Трактир Яма Трактир Яма Почему Это место Было Облюбовано Книгоношей А потому Что Туда Часто Приходили Философы Выдающиеся Представители Интеллигенции Вот Та Мыслящая Часть Российского Общества Которая Думала Размышляла О правильной Страна Развивается И какие Должны Идеалы В это Место Приходили Такие Ученые Философы Богословы Как Владимир Соловьев Там Бывал Николай Бердяев Христианский Мыслитель Философ Сергий Булгаков Не Булгаков Писатели Михаил А Сергий Булгаков Потом И Булгаков И Бердяев Перешли К Христианству Но Их Конечно Нельзя Считать Такими Богословами Философами В Догматическом Смысле Они Выходили Конечно За Догматические Церковные Рамки Бердяев Например Называл Себя Что Я Свободный Христианский Мыслитель Я Как бы Не церковный Богослов Не церковный Философ Я Свободный Христианский Мыслитель Вот В связи с этими Именами У нас В России Получило Развитие Богословия Которое Некоторые Историки Называют Светским Светское Богословие Был Церковное Богословие Основателем Светского Богословия Как раз Считается Соловьев Бердяев Частично Булгаков Соловьев И Бердяев Бердяев Трудно Конечно Сравнилось Я думаю Что Соловьев То был Ближе Иван А Бердяев Слишком Уж был Свободным Мыслителем Взгляды Такие Не совсем Да Библейские А Достоевские Либеральные А Достоевский Ну Считал Себя Православным Православным Он Конечно Темы Такие Затрагивал Глобальные Темы Страданий Он Сам Это Пережил Когда Его Приговорили К смерть Казни Уже Должны Были Вот Повесить И вдруг Вестник От царя Что Смерть Казнь Заменяется Им Каторгой Десятилетней Каторгой В Сибири Он Участвовал В так Назваемом Кружке Петрашевского Революционный Кружок В середине 19 века Когда Он В Сибири Оказался Там На Этапе Эта Группа Встретилась С женами Декабристов У Жен Декабристов Были Геван Были При себе И Достоевский Таким образом Первый раз Получил Гевангелие Из Трубецкой По-моему Он С этим Гевангелем Никогда Не расставался Я как-то Попал На большую Книжную Выставку В здании Московской Бывшей Ленинской Библиотеки Выставка Книжных Сокровищ Там Такие Фолианты Лежали Темневшие Наверное Еще С 15 16 Века Посреди Таких Талмудов Огромнейших Вот Наш Такой Настольный Евангелие Небольшого Форматика Раскрытый Я подхожу Поближе Смотрю Раскрытый На 23 Главе Евангелия От Матфея А сбоку На полях Надпись Такая От руки Ручкой Мною Прочтено По просьбе Федора Михайловича За три Часа До Его Смерти Анна Григорьевна Да Это Жена Жена Достоевского Вот Оказывается Это 23 глава Мною Прочтено По просьбе Федора Михайловича За Три Три Часа До Его Смерти Ну а Достоевскому Мы еще с вами Упомянем Будем Говорить О его Самоотношениях С евангельским Верующим Поддержите ТВС Молитвой И Финансами Не Рассчитывайте Что пожертвует Кто-то Другой Так Думают Многие И Хорошие Проекты Перестают Существовать Информацию О чем Молиться И Как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте www.tvseminari.com Кто Может Прикинуть На Протяжении Скольких Лет Были Вот Такие Тяжелые Времена Для Библейского Перевода Эту Эта Эпоха Сколько Десятилетий Заняла Где-то В 1822 Году Был Наложен Запрет На Перевод И Потом В 76 Уже Вышли Библии Примерно Так Что Вот Такая Очень Длинная Была Зона Реакции Зона Противодействия Это Целая Эпопея Такая Драматическая Связанная С переводом Библии С таким Большим Трудом Дело Это шло Об позиции Противодействия И И вот В конце Концов 1876 Год В прошлом году Мы с вами Отмечали Покой Юбилей Русской Библии 130 Летия 130 Летия Со дня Выхода Библии На русском Музыке Вчера Мы с вами Упомянули Один Такой Очаг Или Точнее Место Которое Избрали Книгоноши Для Духовно-просветительского Служения В Москве Как оно Называлось Трактир Яма Это место Было Примечательным Тем Что Туда Приходили Представители Тогдашней Интеллигенции Философы Соловьев Булгаков Гордяев Туда же Зачастили Книгоноши Они Понесли Туда Библейские Книги Литературу Духовную И устраивали Там Свободные Дискуссии Свободную Полемику С Этими Людьми В первую очередь Был Один Известный Книгоноши В России Он Книгоноши Проповедник Миссионер Очень Хороший Он Был Сириец По Происхождению Русифицировано Его Имя И фамилия Звучит Так Яков Деляков А Первоначально Он Именовался По-моему Георг Деляко Георг Деляко Очень Примечательная Судьба У него была Интересная Духовная Биография Проживая В Сирии Сирии Каким Образом Попал В Миссионерскую Библейскую Школу Организованную Американскими Миссионерами Еще в 19 веке В Сирии Что-то Такое Было Заведение Похожее Новошколледж Новошколледж Вот он Назывался Еврейская Школа И там Обучался Георг Деляко После Окончания Этой школы Вдруг Возникло У него Такое Желание Пойти В Россию И он Решил Предпринять Такой Марафон Очень Длинный Пошел Пешком Через Грузию Через Закавказье Через Северный Кавказ Постепенно Пешим Ходом Дошел До Центра России До Москвы Спал Там Где Попало Питался Где Попало Иногда Его Полиция Задерживала И потом Отпускала В конце Концов Он пришел В Москву И в Москве Вот По Божьему Промыслу Можно сказать Он Познакомился С книгоношем У них Был свой Кружок Место Для Встречи Для Собраний Они Его Туда Пригласили У него Сразу Такой Азарт Возник Духовный Такое Желание Трудиться Вместе С ними Распространять Книги Священного Писания Ну Естественно Они стали Его Расспрашивать Кто Ты Откуда Что Тебя Побудило Такой Марафон Предпринять Пешком Пройти Такое Громадное Расстояние Не на Велосипеде А пешком И не на Лошади Он Объяснил Так Я много Слышал О России Я слышал О том Что в России Много Лесов В России Много Полей Много Железных Дорог Но очень Мало Святого Духа Всего Много В России Лесов Полей Какой-то Год был Вот Это Георг Дилякова Год А год Это Это были 70-е годы Конец 70-х Годов 19-го Века А Святого Духа Мало И вот Я Решил Внести Лекту В дело О Духотворении В дело Духовного Просвещения Русского Народа И он Стал Можно сказать Таким Звеном Активным Служения Книгонож Маршруты У него Были Которые Пресекали Почти Всю Россию С Севера На юг С запада На восток Свой Жизненный Путь Он Закончил Где-то В районе Благовещенск На Дальнем Востоке Там По-моему До сих пор Его Магира Даже сохраняется С памятником Там С надписью Есть Обдаленные Родственники Его В Москве Подмосковье Это был Книгоноша Миссионер Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова